Хоть сидели давно виски Комиссары, замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и хорошо. Я пройду в отделение Локтева. Слышь, Новиков, а замполит-то наш все понимает? Так он училище с отличием окончил. Грамотный. Его вообще в училище оставить хотели, он в войска попросился. А ты откуда знаешь? Был в штабе, разговор слышал. Как он политзанятия... А, говорить-то он умеет. А вот как у него, например, со стрельбой... Смирно! Смирно! Вольно. Вольно. Ну, ваша очередь, товарищи. Сержант Старостин, командуйте. Есть. Первая смена. Становись! Равняйсь! Смирно! На исходную рубеж, шагом! Харс! Стой! Товарищ лейтенант, первая смена к стрельбе готова. Товарищи, поскольку некоторые участвуют в ночных стрельбах впервые, будет неплохо, если первым буду стрелять я. Следите за моими действиями. Командуйте, сержант. Есть. Выдать боеприпасы! Есть! Пожалуйста, товарищ лейтенант, боеприпасы выданы. Заряжаем! Лейтенант Шубин к стрельбе готов! Огонь! Цель поражена! Лейтенант Шубин, стрельбу окончил! Вот это да! Говорил же тебе, ай да лейтенант! Все понятно? Так точно. Раздать очередной смене боеприпасы! Заряжай! Товарищ лейтенант, у вас срочно к телефону! Отставить стрельбу! Ждать моего возвращения! Иванов! Иванов! Я товарищ сержант! Быстро займите место в строю! Я буду за вас стрелять! Ну, товарищ сержант! Ну, как же так? Надо же им... Не спорить! Делайте, что говорю! Опять хотите отделение позорить! Быстрее! Вон лейтенант уже возвращается! Доложите готовность к стрельбе! Ефрейтор Терешин к стрельбе готов! Рядовой Новиков к стрельбе готов! Рядовой Иванов к стрельбе готов! Так, так... Ну, ладно... Смена! Огонь! Все цели поражены! Товарищ лейтенант! Взвод стрельбу окончил! Давайте команду по машинам! Есть! По машинам! Старостин! Сержант Старостин! Садитесь ко мне в кабину! Садитесь! Есть! Ну, вот и поехали! Я что хочу у вас спросить, товарищ сержант? Да? Вы всегда так стреляете? Как именно? По принципу один за всех! А, так мы стреляем иногда на проверки за новеньких! А зачем? Так они же не умеют! А вы что, сразу стрелять научились? Я? Я! Я с отцом охотился с 14 лет! У нас тайга! Сама стрелять научит! Вот и передавали бы знания! Ну, последний призыв-то всего один раз на стрельбище выезжал, а в классе всему не научишь! Вот и приходится! Показатели-то с нас спрашивают! Да вы же и спрашиваете! А в настоящем бою вы тоже один за все отделение драться будете? Стыдно, старостин! Обыкновенный обман! Товарищ лейтенант! Я же за нашу честь! За честь роты! Так честь не поддерживают! Так вообще без чести можно остаться! Но я и в бою, если надо, за двух выстрелю! И за трех! Мы ведь какие обязательства взяли? Знаю, знаю, знаю! Все сдать на отлично! Вот поэтому, наверное, и в район учений только двумя отделениями выходите! Товарищ лейтенант! Вот это уже не я решаю! А командир роты! Это понятно! А вы сами как думаете? Стоит отделение Локтева в поле брать? У него же солдаты последнего призыва! Честно ответить? А иначе зачем отвечать? Сам бы я его отделение не взял! Стрелки его хуже всех подготовлены! Боевую задачу не выполнят! Всю роту подведут! Как мой Иванов! Я как раз хотел просить командира роты его тоже в казарме оставить! Положиться на него нельзя! Да и потом, что ему на учениях делать? Он ведь дублер механика-водителя! Вот уволится скоро Васильев, а сиротеет наши машины! Как же так? Ведь проверка общая! Васильеву смену надо в деле готовить! Иванов смена! Он же когда у меня в дневальном пороте был, даже вашу стенгазету повесить как следует не смог! Нашу! Что? Нашу стенгазету! Ну, нашу! А вообще, если уж честно, по-моему, все-таки не правы вы, товарищ лейтенант! В чем же? Получается, каждый шаг сержанта контролируете! Никакой самостоятельности! Вот командир роты ставит задачу и спрашивает результат! А как я его приказ выполняю, это мое дело! Меня ведь тоже учили! И мы своего командира не подводим! Неубедительно, старостин! Буду контролировать! Как вы работаете, не только ваше дело! Как раз и мое! Вы ведь не просто командир! Вы воспитатель, учитель своих солдат! Подчиненным мало иметь сержанта! Им надо видеть вас... Человек! Ну вот! А я что, не человек, что ли? Не тот! Как? Или не совсем тот! Чтобы командовать людьми, мало иметь погоны! Надо иметь право вести их за собой! Товарищ генерал-майор! Антское высшее военно-политическое общевоисковое училище для торжественного митинга построено! Заместитель начальника училища полковник Сверидов! Здравствуйте, товарищи! Продолжение, товарищ генерал-майор! Поздравляю выпускников с успешным окончанием училища и присвоением первых офицерских званий! Ура! 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 Товарищи! Сегодняшний день особенный! Он всем вам запомнится надолго! Вы стали офицерами! Глядя на вас, молодых, сильных, красивых, мы испытываем чувство гордости, потому что уверены, вы понесете в войска все лучшее, что получили и узнали в стенах родного училища. Вам выпала нелегкая, но почетная задача защищать нашу Родину, защищать мир на земле. Я уверен, что наши выпускники, верные славным традициям советской армии, всегда будут примером дисциплинированности, стойкости, мужества, коммунистической убежденности. Мы твердо верим в вас, новое поколение советских офицеров, политработников. Подъезжаем, товарищ лейтенант. Что? Что вы сказали? Я говорю, подъезжаем. Вы о чем-то задумались? В общем, так, товарищ сержант. Очковтирательством я вам заниматься не позволю. Если повторится такой случай, как на стрельбах, накажу. А результаты отделения аннулирую. Все понятно? Так точно, товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант. Ну вот мы и дома. Рота, остановись! Равняйсь! Ира! Направо! Шагом! Парш! Запевай! У солдата выходной У героев И радов! Солнечного дня Золотом горят Часовые на посту В городе весна Пропади нас До ворот Коварищ старшина Идет солдат по городу По незнакомой улице И от улыбок Где речит Вся улица светла Не обижайтесь Девушки Но для солдата главное Чтобы его Далекая Любимая ждала Стой Направо Пять минут наперекур И в казарму чистить оружие И еще одно Почту привезли Разойдись Слушай, а мне есть Мне есть Вот, держи Целых два Одно, наверное, девушке Духами пахнет Так, как всегда Синий конверт Вот старости на письмо Старости Старости Вам письмо Давай сюда, спасибо А Терешину Есть Терешин Ой, наконец-то А то я уж волноваться начал Коля Коля Иванов Ну что тебе надо Ну что тебе надо Чего грустный Письмо же Ты что, из-за стрельб, что ли? Брось А ты все сияешь, как самовар Зачем грустить? О, ты мне лучше скажи Из чего сделан ствол у автомата? Чего-чего? Чего-чего? Из чего автомата ствол спрашивают? Ну как, из стали А затвор? Тоже из стали Вот двойка тебе Плохой солдат В наставлении прямо сказано Из того же материала Да, Сань Хорошо, что тебе еще долго служить Может, к концу службы и острить научишься? И острить научимся И стрелять Я виноват, да Я виноват, что он мне выстрелить не дал Боится, промажу, коллектив подведу А я не промазал бы Со старостью сплошное наказание Да, не повезло тебе А вот у нас Локтев Такой сержант, такой сержант Ты знаешь, он со мной по технике Два часа занимался с одним И на меня даже ни разу голос не повысил Ведь ты знаешь, я ведь в машинах ничего не понимал раньше Да, сейчас без машин-то никуда Вот раньше как было Дали тебе ружье Показали место в окопе Лежи, стреляй А сейчас сплошная техника Не говори, учимся, учимся Я подумать не мог, что в армии столько заниматься придется В школе меньше узнал, чем здесь Только зачем это все? Вот наше отделение опять, по-моему, в казарме оставит Все научения, а мы полы красить Ты-то хоть со старостином в поле был Да, много я там видел Стыдно сказать Попал на учение и всю неделю на кухне картошку чистил Несправедливо Потому что мы же тоже солдаты Так Это кто здесь солдаты? Мы, товарищ сержант Солдаты Бравые ребята Заканчивать перекуры, чистить оружие Вернусь, проверю Коля А ему наш замполит, похоже, в машине небольшой втык устроил Видишь, злой, как Бармалей Ну и по делам Замполит, хоть и молодой, а все видит Вон он идет Товарищ лейтенант Товарищ лейтенант Слушаю вас, Васильев Вам письмо В самом конце лежало Спасибо Дежурный, я в канцелярии Как ты себя чувствуешь Как здоровье Слушаю, лейтенант Шубин Сергей Это я, Смирнов Слушаю, товарищ капитан Я в штабе Как у тебя дела? Все в порядке, Виктор Андреевич Чистим оружие Новый наряд проинструктирован Добро Сам чем занят? Да вот От мамы письмо получил Пишу ответ Ну, правильно делаешь А то скоро на письма времени не будет Приду, все расскажу Есть Так Здравствуй, мамочка Вот я и зам политроты Честно говоря, трудновато пока Но зато как интересно Сейчас готовимся к учениям Волнуюсь за тебя Как ты себя чувствуешь Как здоровье Береги себя Не заходила ли к тебе Валя Субтитры создавал DimaTorzok Разрешит? Разрешит Разрешите вас пригласить на танкос Товарищ лейтенант Разрешите обратиться Валюша, ты здесь А я тебя по всему залу ищу Ну так и быть, прощаю Но последний раз А тебе идет офицерская форма Сережа Ты в ней такой Какой Серьезный Поздравляю, Сережка Спасибо, Валюша Спасибо, родная Разрешите? С удовольствием Ой, Сережка Я так рада за тебя Ты уже знаешь его значение, да? Знаю Это далеко, Валя Очень далеко Как далеко Папа сказал, что тебя Как отличника Оставляют здесь В городе Ты меня разыгрываешь? Да нет, Валя Я серьезно Ой, Сереж Подожди У меня голова закружилась Давай посидим Вот сюда Здесь потише Понимаешь Я не могу Начинать свою службу Таким образом Каким образом? С помощью твоего папы А при чем тут папа? Он говорит, что это назначение Ты заслужил Отличной учебой Ему перед тобой Открываются такие перспективы Через некоторое время Поступишь в академию Папа говорит, что... Валюш, постой Постой Я очень уважаю Твоего папу Но сам-то он начинал В войсках Всю войну прошел А уж потом поступил В академию Подожди, как же так? Хорошо, а я? Обо мне ты подумал? Я ведь пианистка Пианистка Ну что я там В твоей части делать буду Наконец у меня Последний курс Валюш, ты... Как ты мог согласиться? Ты должен был Со мной хотя бы посоветоваться Ну что, я чужая? Как ты мог? Я ухожу Подожди, Валя Не провожай Стой, Валя! Валя! Ну вот, Сергей и я Доброе утро, Виктор Андреевич Что на свече не было? Сегодня выступаем Давай-ка, пока есть время Прикинем с тобой Кого, куда Выступаем все роты Одно отделение Остается здесь Я думаю, оставим Локтевы Ты не против? Ну Их же нельзя оставлять Как нельзя? А кого? Нам приказано Десять человек В распоряжение тыла А у Локтева молодежь Вот поэтому и нельзя То есть? Им пора почувствовать Себя настоящими воинами А если эти настоящие воины Мне боевую задачу сорвут Тогда как? Виктор Андреевич Да пойми ты Ведь только на учениях Они наконец Друг друга в деле увидят Разберутся Кто из них чего стоит И мы с тобой разберемся С педагогической точки зрения Стой Нам что, кроме педагогики Заняться нечем? К чему этот разговор? Я настаиваю, чтобы Локтев Участвовал сегодня в марше Это будет правильно Правильно? Сергей, уроды, в которые Ты замполит Сегодня праздник Боевой праздник Нам, как отличному подразделению Оказано высокое доверие Выступаем первыми По всему полку На каждое отделение На каждого солдата Подает огромная нагрузка И одна Одна Единственная ошибка Может свести на нет Весь труд Наш общий труд И в этих условиях Ты предлагаешь мне Сомнительный педагогический Эксперимент Я предлагаю Ты предлагаешь Необстреленных Мало чего умеющих Солдат Вести в бой Пусть и учебный Но все-таки бой А в казарме Оставить лучшее отделение Да учения нужны Чтобы учиться Они поэтому так и называются Это еще и контроль нашей работы Армия не детский сад Во всяком случае Моя рота Короче говоря Кто хозяин дивизии Старая песня Что-что Да армия не детский сад Это школа Школа коммунистического воспитания Согласен Согласен Но прежде всего Мы воинское подразделение Нам поставлена боевая задача И я хочу ее выполнить И я хочу Слушай Чего ты добиваешься Разве я против воспитательной работы Или не первые Несу за нее ответственность Но отделение Локтева Просто снизит нам баллы И переходящий вымпел Из нашей ленинской комнаты Уйдет в другую роту Ну выходит Не все его у нас заслужили Лучшие и худшие взводы И отделение есть в любой роте И когда появляется возможность Показать себя Ни один командир Побеждать надо честно А разве мы не честно побеждаем? Что ты имеешь ввиду? Сегодня ночью на стрельбах Сержант Старостин Пытался меня обмануть Старостин? Да, да Отличник Старостин Он подменил рядового Иванова И думая, что я не вижу Стрелял за него Ничего себе Надо принимать меры Я поговорил с ним Пока этого, думаю, достаточно Но дело ведь не только в одном Старостине Наверное, и во мне Да в твоей позиции, Виктор Андреевич Ну нельзя же добиваться победы Любой ценой, как приучены некоторые сержанты Так Вот как у нас разговор пошел И главное, вовремя Ладно Со Старостиным я тоже разберусь Так этого не оставлю Но скажу тебе главное, Сергей Сержантам я многое прощаю Потому что уверен Если в роте не будет сильных Подготовленных сержантов Значит, в ней не будет порядка Это жизнь Понимаешь? Жизнь есть жизнь Ну а как же быть с остальными? С Ивановым, Новиковым Ведь для чего все Все наши усилия? Как для чего? Ну для них, чтобы в армии Они стали самостоятельными Гордыми людьми Чтобы потом могли спокойно И уверенно жить и работать А ведь Мы их тут не раз обидели Да ты что? Как? Чем? Нет, не требовательностью Этим обидеть нельзя Обидели недоверием Неверием в их силы Если мы забудем об этом То не только сержанты А и мы с тобой потеряем право Какое право? Право вести за собой Ладно Значит, отделение Локтева А твоя идея технически неосуществима У Локтева механик-водитель Алюддинов Лежит в госпитале Кто поведет их машину? Найдем Например, у того же сержанта Старостина Два механика-водителя Ефрейтор Васильев И молодой водитель Иванов Пусть одного временно прикрепят К машине Локтева Ну, кого же? Ну, конечно, Васильева Он опытный Его к молодым Понятно Капитан Смирнов у телефона Слушаю Да, здесь Передам, конечно Спасибо Сергей Это дежурный по части звонил К тебе Девушка приехала Ждет на КПП Девушка? Ко мне? К тебе Издалека откуда-то Ну что, сидишь, черт возьми Руки в ноги и бегом Даю два часа И чтобы я все время знал, где ты Мало ли что Какая девушка? Давай, давай Там разберешься Ну, я побежал А наш разговор, товарищ капитан Я сам готов выйти в поле с отделением Локтева И нести всю ответственность за их действия Что? Ты еще здесь? Лейтенант Шубин Смирно Кругом На контрольно-пропускной пункт Бегом Марш! Виктор Андреевич Учти, я настаиваю Ну, иди, иди Тебя девушка ждет Иди, я подумаю Дежурный Я Сержанта Старостяна ко мне Есть Разрешите? Давай Товарищ капитан, сержант Старостяна по вашему приказанию прибыл Значит так, товарищ сержант Многое надо тебе сказать Но это потом А сейчас передайте фрейтера Васильева младшему сержанту Локтеву Как? Пусть готовит его машину, он поведет ее на учениях Товарищ капитан, а моя сама, что ли, поедет? У вас есть водитель Иванов Товарищ капитан, да какой же Иванов водитель? Ведь мой Васильев лучший специалист в роте Отставить разговоры Виноват Выполняйте приказание Есть Эх, товарищ капитан А я хотел на этих учениях такое показать Вот и покажите С Ивановым Передайте дежурному, если мне позвонят Я в автопарке проверяю технику Есть Вот так новость Ефрейтер Васильеву ко мне Есть Что же делать? Ведь от водителя так много зависит Ой Это все Шубин Точно Своего локтя его тянет вверх Ну ничего, ничего Мы еще посмотрим Решите, товарищ сержант Конечно, Володя, входи Садись Спасибо, спасибо Поговорить надо По душам Готовишься к учениям-то? Ну так все же готовятся Молодец Вот об этом-то как раз и речь Понимаешь Тут Шубин Такое затеял Вуаля Глазам не верю Это ты Дай руку Да, это я, Сережа Руку дай Ой, это сон какой-то Вот заняла денег у подруги Позвонила родителям И в аэропорт Сумасшедший, да? Хорошая Спасибо тебе Ох, Сережка Сережка Я по улицам ходить не могу Курсантов увижу И сразу тебя среди них ищу Не привыкну никак Что ты теперь лейтенант Стал офицером Уехал Бросил девчонку На произвол судьбы Заманил Влюбил И оставил Вот это я понимаю Это мужчина Я люблю тебя Правда? А куда это ты меня привел? Что это у вас тут? Это клуб, части Тут кино, библиотека, художественная самодеятельность Ох, рояль Ну и расстроен же он у вас Это военный рояль Вот этим клавишам Солдаты доверяют Свои самые сокровенные чувства А сейчас он радуется Встрече с настоящей пианисткой А помнишь, как мы познакомились? Все я помню Знаешь, я ужасно хотела Тебе тогда понравиться И сейчас ужасно хочу Как бы это сделать, товарищ лейтенант? А вы сыграйте мне, девушка А что вам сыграть? Ну, что-нибудь любимое Тогда вот это Девятая симфония? Да Людвиг ван Бетховен Много лет собирался положить на ноту Шиллеровскую оду к радости Он десять лет искал эту музыку Девятую симфонию Девятую симфонию Валя Ты надолго приехала? Сегодня вечером улетаю У меня билет Ну, что ж Все правильно Что я могу тебе дать? Хотел написать, лучше скажу Курсантам об этом как-то не задумываешься А сейчас Что я могу тебе дать? Что я могу тебе дать, кроме Кроме вот этого вот клуба Маленькой комнатки В общежитии Да и в ней-то я почти не бываю Все время в роте А знаешь Интересная все-таки штука рота Страшно интересная У каждого человека Тут не две, а десятки рук Каждое чужое движение Чуточку твое Появляется невольное Единение чувств, мыслей Появляется коллективная страсть, гордость Ой, Сережа Что это? Валя, это тревога Мне надо бежать Ну, как же Как же я, Сережа? Валенька, миленька Извини, я Я люблю тебя Сережа, Сережа Куда же ты? Сережа 211-я станция 211-я станция 211-я на связи 211-я, внимание Передаю сигнал Тайпун Передаю сигнал «Тайфун». Сигнал принял. Внимание, 202, 203, 204 станция. Получен сигнал «Тайфун». Повторяю. 202, 203, 204 станция. Получен сигнал «Тайфун». Внимание, внимание. Я 201. Я 201. Приказываю 202, 203, 204 перейти на нижний канал связи. Прием. Есть канал. Есть канал. Есть канал. По данным разведки, противник готовится форсировать реку, используя навесной мост в квадрате 47-24. Колонна танков противника движется к объекту с северо-востока по левому берегу реки Вареница. Роте поставлена боевая задача. Сорвать форсирование противникам реки и удерживать рубеж обороны до подхода главных сил. Как понята обстановка. Прием. Вас понял. Вас понял. Вас понял. Сейчас главное. Не дать основным силам противника использовать мост. Приказываю 203-му, используя основной маршрут, обойти лесной массив справа, выйти к объекту в квадрате 47-24 и уничтожить его. Как поняли, прием. Я 203-й, сержант Старостин. Приказ понял. Приступаю к выполнению. Приказываю 204-му, используя резервный маршрут, обойти лесной массив слева и, выйдя к мосту, уничтожить его. Я 204-й, младший сержант Локтев. Приказ принял. Приступаю к выполнению. Обращаю внимание на быстроту и скрытность ваших действий. Конец связи. Я 201-й. Я 201-й. Вызываю 15-ю станцию. Вызываю 15-ю станцию. Я 15-й. Слушаю вас. Докладывайте 201-й. Я 201-й. Рота приступила к выполнению боевой задачи. Ваше решение. Все зависит от того, успеет противник перебросить танки на наш берег или нет. Единственная их надежда – этот мост. Для уничтожения моста мною выдвинуты разными маршрутами отделения сержанта Старостина и младшего сержанта Локтева. Они были ближе всех. Чем вызвано решение направить одновременно две машины? Противник мог выбросить десант. А две дороги перекрыть им будет труднее. Одна из машин дойдет обязательно. Задача действительно сложная. Есть ли там кто-нибудь из офицеров? В машине младшего сержанта Локтева следует мой заместитель по политчасти. Лейтенант Шубин. Вас понял. Решение одобряю. Каждые 20 минут выходите на связь и докладывайте обстановку. От вас зависит успех всего батальона. Теперь уже не от меня. От этих моих машин. Значит, от вас. Все. Конец связи. Спасибо вам, товарищ лейтенант. От всех моих ребят. За что? Так нас же не хотели на марш брать. А вы ротно убедили. Все вам так благодарны. Спасибо, это потом. Задача нам выпала нелегкая. Ну, не подведем, товарищ лейтенант. Задача нам выпала. Задача67. Лейтенанты встали. Гусеница, кажется, проклятая. Как нарочно. Все пропало, товарищ лейтенант. Отставить панику. А где водитель? Здесь я, товарищ лейтенант. Что думаете предпринимать, Васильев? Ну, такой перекос. Тебе верхом ездить. Локтев, прекратите. Сейчас трос поставим. Так неудачно остановились. Ямы это. Тянуть будем? Удачно, надо было ехать. Хотелось быстрее. Командир роты сказал... Сколько потребуется времени для устранения неисправности? Ну, если б грунт было, а тут это болото проклятое. Не знаю я, товарищ лейтенант. Не знаю. А еще лучший водитель, чемпион, товарищ лейтенант. Вас 201-й на связь. Давай. 204-й, слушаю. Прием. Я 201-й. Доложите обстановку. Да плохая у нас обстановка. Восстанавливаем потери. Что случилось? Стоим. Гусеницу снесло. Вот тебе и решение нашего спора, лейтенант. Жизнь рассудила. Я же говорил, жизнь есть жизнь. Постараемся успеть. А теперь вся надежда на Старостина. Иначе стыдно будет. Ой, как стыдно. Все. Конец связи. Конец связи. Васильев, ко мне. Здесь я, товарищ лейтенант. Надо что-то придумать. Так тянуть очень долго. Да не волнуйтесь вот так, товарищ лейтенант. Там же Старостин. Он этот мост чистенько взорвет. Точно говорю, свое отделение знают. А ты, Иванов, ничего. Идешь пока неплохо. Я, признаться, от тебя не ожидал. Мы уже больше половины пути прошли. Товарищ сержант, я бы отстрелялся неплохо, если бы мне тогда дали. Ладно, ладно, разговорчики. Вперед смотри. Крылов, как у нас там со временем? Ну, если Кольки такую скорость удержит, будем минут через 20. Командир сообщил, Локтев застрял, что-то у них там случилось? Значит, вся надежда на нас. Где противник? По предварительным данным, обережаем противника чуть ли не на час. Если, конечно, он... Засада, товарищ сержант! Засада! Стой! Пулеметчик! Я! Огонь! Есть! Что это, сержант? Да откуда? Черт! Это десант! Они выбросили десант! Получайте! Получайте! По-моему, влипли! Надо списать. Иванов, двиньтесь на прорыв по пашне. Мы с Терешным отключом противника, прикроем отход. Крылов за старшего! Есть! Товарищ сержант! Это же такой крюк! Не успеем! Может, напрямую... Выполнять приказ! Прямо не пробьешься! Видишь, что творится? Есть! На прорыв обдук по пашне! Терешин! Олег! Я! Приготовиться! Со мной! Есть! Держи! Сержанта хватает! Получай в машине! Бастя! Бастя! Держите! Тут на помощь! Вот вам! Вот вам! Вот так! Вот так! Отрезай! От лета! Отрезай! Пашина! Пашина уходит! Где они? Их удрали! Вроде оторвались! Да! А ты молодец, Серёшин! Вовремя их шуганул! Здорово мы их! Но как же теперь Иванов? Через пашню? Ведь это же лишних километров шесть! А? Да, плохо! Да! Могут не успеть! Могут! Интересно, как там Локтев? Еще рядом! Давай, Локтев! Взяли, взяли. Давай, Локтев, давай. Стой, стой, товарищ Локтев, еще не получится. Подъем крутой, не вытянем. А если рывком попробовать? А получится. Вообще-то так никогда не делают. Давайте еще подтянем и попробуем твой рывок. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, отдохнуть бы немного. Ребята устали, все руки разбили. Кто устал, отдыхайте. Товарищ лейтенант, старостин уже, наверное, к мосту подходит. Работать, Василий. Работать. Раз, два. Еще раз. Все равно успеем. Должны успеть. Правда, Василий? Правда, товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант, у вас же руки в крови. Локтев, да что же вы? Ребята, он сжатий не наработает. Давай. Покажем, жизнь есть жизнь. Подумаешь, гусеница. Нельзя от теления не отставать. Понимаешь, Василий? Да. Покажут пример дисциплинированности, стойкости, мужества, коммунистической убежденности. Мы твердо верим в вас. Новое поколение советских офицеров, политработников. Уроты, в которые ты замполит, сегодня праздник, боевой праздник. И одна единственная ошибка может свести на нет весь труд. Он десять лет искал эту музыку. Отделение Локтева просто снизит нам баллы. Мы твердо верим в вас. Новое поколение советских офицеров, политработников. Всем в машине! Взяли, взяли, взяли! Все, все, вроде выровняли, все. Ну, Василий, давай, теперь дело за тобой. Сейчас, сейчас. Не могу. Боюсь. А вдруг не выйдет? Ефрейтор Васильев, слушай мою команду. Включить зажигание. Есть. Приготовиться. Пошел. Поехали! Ура, ребята! Поехали! По местам! Василий! Давай, дорогой. Жми на всю катушку. Есть. По прямой. Есть. ается. zero. Поехали. Олег! Терёжин! Я! Что это? Взрыв! Взрыв. Неужели мост? Взрыв. Вот тебе и Иванов! Прошёл всё-таки, а! Папаш не прошёл, представляешь? Молодец! А я ведь в него не верил. Ура! Ура! Мы победили! Победили! Поздравляю, сержант! Васька! Да что с тобой? Ты вроде не рад. Стой! Пусти! Не с чем меня, Олег, поздравлять. Понимаешь? Не с чем! Я такое натворил. Да ты что, Вась? Ай! Дрянь я, Олег! Ведь я Васильева подговорил медленнее ехать, чтобы локти его насолить. А заодно и замполиту. В этих местах батя мой воевал. Вот в письме пишет, как его политрук из боя на себе у нашей речки выносил. Он имя мне дал в честь этого своего лейтенанта. А я... Эх! Да что теперь? Не поймёшь! Не поймёшь! Скорей бежим! Мне Шубина увидеть надо! Понял? Скорей! Ну дела! Скорей, скорей! Пятнадцатый! Пятнадцатый! Слушаю, пятнадцатый. Докладывает 201. Объект в квадрате 4724 уничтожен. Отлично! Молодцы! Спасибо, капитан. Кто взорвал мост? Пока не знаю. Разрешите выехать к объекту. Действуйте. Передайте всем мою благодарность. Час назад направил на позицию полевую кухню. Ребята твои, наверное, уже горячую кашу уплетают. Всё. Конец связи. Музыка. Вburger Вика В Waters Давай, давай, кладись. Давай, давай. Ну воины, воины, кому еще второго добавить? Давай сюда, давай сюда. Тихо, тихо, всем хватит, всем хватит. Клади, клади в котелок. У нас еще старостин с Терешиным не ели. Держи. Где ж ты своего командира потерял, Иванов? Может его в плен взяли? Да нет, что вы, товарищ лейтенант. Наш сержант не такой, он прорвется. Сильно, сержант. Только вот, по-моему, кричит он на нас напрасно. Когда по-настоящему командуют, никогда не кричат. Верно, товарищ лейтенант? Ну, всякое бывает. Мне, когда мы в лесу застряли... Ох, как хотелось заорать. Так не кричали же. Голос пропал, да и сил не было. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант, смотрите, старостин с Терешиной мудут. Вышли все-таки, молодцы. Старостин, Вась, я хочу тебе сказать... Васильев, да подождите, дайте им хоть отдышаться и поесть. Подожди, Володя. Не хочу я есть. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Ну, товарищ сержант, я хочу сказать... Потом, подожди. Товарищ лейтенант... Да что с вами? Слушаю, обращайтесь. Я должен признаться... Хочу просить... Старостин, говорите толком. Я прошу результаты учения аннулировать. Не понял. Это еще почему? Прошу результаты учения аннулировать и считать, что первым к мосту прибыло отделение младшего сержанта Локтева. Подождите, подождите. Успокойтесь. Давайте разберемся. Да он же, он же не знает, он же еще ничего не знает. Мост уничтожило отделение младшего сержанта Локтева. У нас были свои трудности, но потом водитель за счет мастерства наверстал упущенное время, а противника отвлекли вы. То есть как? Локтев? Да. Васильев привел машину первый, но... Вы не расстраивайтесь, не вечно же в победителях ходить. Иванов прибыл на 10 минут позже. Васильев? Володя... Так как же... Я хотел сказать, но ты мне слова вымолвить не дал. Вася, они так шли, так старались, и лейтенант... У нас такого никогда не было. Нечестно это было бы. Ты только не сердись. Они ведь, Вася, так надеялись на меня. Володька. Да ты... Да, я тебя обниму. Встать! Ира! Товарищ капитан, поздравляю. От имени командира батальона объявляю взводу благодарность. Служен, советов, советов! Вольно! Сергей, на минуточку. Да. Противник все-таки попытается форсировать реку на нашем участке. Вон уже посредники идут. В бинокль взгляни. Слушай, а красиво как, а? Туман. Словно цветной. Хорошо бы он подольше постоял. Чтоб наши на флангах успели закрепиться. Ну что ж, сегодня твой день, комиссар. А я перенервничал, когда вы на маршруте стали. А я вот не переволноваться, не испугаться как следует не успел. Только одна злость брала. Неужели думал сорвется? Ты-то мне поверил. Ладно. Вот что скажи, почему я за тебя все дела должен делать? Какие дела? Боевые листки уже готовы, коммунисты во всех взводах проинструктированы. Личные. Девушка эта к кому приехала? Девушка. Валя! А их что, несколько приехало? Одна. Ну, бросил ее у клуба, а мне дежурный по части звонил, на связь специально выходил. Ей же ночевать где-то надо. Она в части не знает никого. Постой, как ночевать? Да у нее же билет на самолет был. В гостинице она. В нашей гарнизонной. Я дежурного попросил, дали номер на неделю. 46-я комната. У нее же занятие... Слушай, да разберись ты сам, наконец. Откуда я знаю, что у нее? 46-я комната! Витя, ты гений! Да тише ты, не ори. Солдаты смотрят. Ну и день сегодня. Батальонный похвалил, начальник штаба похвалил, даже свой замполит и тот одобрил. Что-то тут не так. Осталось. Осталось. Начинается. Через несколько минут они пойдут в атаку. Ты где будешь? В своем любимом взводе у Локтева? Да. Остальных не забывай. Не забуду. Ну, счастливо. Постой. Спасибо тебе, комиссар. Как это ты говоришь? Право вести за собой. Хоть сидели давно виски, для меня вы еще не старый замполитый. Политруки, а по-прежнему комиссары. Ваше слово на той войне. Сердцу путь самый верный выбор. Шло с гранатами на ровне. Со снарядами тех калибра. Хоть сидеют давно виски, для меня вы еще не старый замполитый. Политруки. А по-прежнему комиссары. Замполитый. Политруки. А по-прежнему комиссары. Замполитый. Подпишись на канал. Подпишись на канал. Подпишись на канал. Продолжение следует...